добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем делать весенний яркий топиарий в кружке и теперь давайте начинать я вам все расскажу кружка у меня вот такого красивого зеленого оттенка на большая диаметре около 10 сантиметров очень давно у меня стоит все никак не могла придумать что в ней сделать основа для самого топиаре у меня будет пенопластовый шар диаметром 10 сантиметров а ствол вот такая вот палочка корилуса покупала я ее в творческом магазине она такая вот интересную и по итогу в работе смотрится очень интересно высота у меня будет где-то около 30 сантиметров и теперь делаю сам ствол просто этой палкой корилцы прокручиваю отверстие довольно глубоко чтобы все надежно хорошо держалась и прокручивая я постоянно примеряю мне нужную высоту затем наношу клей клея тут нужно не пожалеть чтобы у нас все хорошо надежно держалась еще раз прохожусь вокруг и оставляю высыхать клей декорировать я буду коробочками хлопка остались мне еще от новогодних работ и розочками розы я делала сама ссылки я оставлю в описании под видео к сожалению не нашла нигде таких вот роз при поэтому я сделала нужный мне цвет и конечно шарики сезали которые просто незаменимы практически в любых таких работах у меня это молочного цвета и делала я приблизительно все в 1 в одном размере и добавлю еще несколько пенопластовых из двух оттенков они у меня покупные будут интересно смотреться в работе так что можно даже отнести его к пасхальному топиаре и начинаю все потихоньку приклеивать приклеиваю я на горячий клей ничего лучше для топиаре быть не может и начинаю приклеивать самые крупные свои детали это же конечно розы и коробочки хлопка как я уже говорила видео есть на моем канале как сделать такие розы это просто можно так сказать находка для любых таких работ потому как очень часто бывает что нет нужного размера или нет нужного диаметра цветов а здесь можно сделать самим то что нужно в этих розах я немножко изменила размер лепестков я резала квадратики 2 на 2 сантиметра и у меня как раз получилось то что мне необходимо и затем приклеиваю шарики сезали как уже говорила это просто незаменима таких работах и после того как я уже собрала практически весь свой топиарий я заполняю наши пустые пространства то что у нас остается заметным у меня есть был вернее вот так красивого цвета сухо цветы в нужном мне оттенке и я приклеиваю их разбавляя наш белый цвет и конечно нет ни одно дерево ни одно ни одна работа не обходится без зелени и я добавляю еще пластиковые веточки зелени они у меня нежного такого салатового оттенка что в этой работе добавляет какой-то такой даже романтизм и теперь в кружку я добавляю сделала такой вот раствор из по-моему это был гипс а это была шпаклевка разбавила но разбавила я ее жидкой застывала но мне очень долго и в шпаклевку я добавляю несколько шариков из фольги для того чтобы не дай бог не лопнула кружка добавила чуть больше половины и вставляю свое дерево вставляю посередине деревом ствол у дерева мне не очень такое ровное поэтому мне нужно вымерить так чтобы она располагалась посередине и жду пока застынет шпаклевка конечно можно и чем-то подпереть чтобы не держать очень долго и после того как уже шпаклевка застыла я не дождалась до конца этого момента я декорирую саму эту шпаклевку зеленой сезалью и приклеиваю несколько цветочков к самому стволу и на этом моя работа готова если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео всем пока пока до новых встреч а и Продолжение следует...